перед вами два замка Ромео и Джульетты городок Монтеккио Маджоре всем большой привет дорогие наши друзья всем большой привет давно мы с вами позитивненько не гуляли мы гуляли с мужем в Хорватии вы же видели я там столько красоты наснимала я потом поехала в Россию я там столько всего наснимала хапнула российского менталитета насладилась с родственниками встречей посмотрите ролики если не видели да я знаю в Россию очень плохой youtube я там тоже видела как там все тянет медленно но если вдруг у вас получится то вы посмотрите ролики поэтому я что-то сейчас подрасслабилась никуда мы не ездим у нас начинается осень и ничего не снимаю в общем ну так мы гуляем конечно но вот сегодня мы решили выходной день как всегда мы вас приглашаем на позитивную прогулку в такое место где мы не были никогда как я ищу место открываю карту и смотрю по карте пока любимый занимался делами а когда я спрашиваю куда едем она мне говорит я не знаю мы еще там не были вот но все равно едем за мной посмотрим надо что там да погулять он помогал своим друзьям сербам сейчас а я в то время нашла место куда бы нам поехать вот так чтоб не очень далеко конечно прогуляться так что поехали ребята надеюсь будет интересно любопытно мы выехали за город нашего районного центра смотрите какое красивое небо проехали мы трафичные все загруженные дороги районного центра как отвыкаешь от большого города считал он куда-то непонятно и вот мы уже выехали за город здесь деревушки такие и индустриальная зона всякие фабрики заводы и магазинчики они все вынесены за город большие магазины в городе только супермаркеты продовольственные обслуживание автомобильные приближаемся к центру видите там где церковь там и центр маленький городок называется фонтанива ухты меркато мы попадаем с вами на базарчик базарчик который в разных городках проходит по выходным дням а и не только в нашем городке во вторник может это просто такой маленький мерка то вот красивая у них церковь сейчас мы здесь по центру прогуляемся фонтан даже на кругу красиво вот такая обстановочка народ в баре по утряне встречается но не как по утряне перед обедом делают аперитив чик центр города так много машин достаточно есть такие красиво одетые люди и небольшой рынок судя по количеству машинок торговцев городок небольшой всех по одному там сыр мясо цветочки рассада они уже сажают в зиму итальянцы у них зимой капуста растет при их температурах но фрукты и овощи немножко шмоток там вещи обувь одна машинка большая с обувью но это снимают для местных у нас более большой рынок мы сейчас пойдем и туда за церковь посмотрим что там есть в центре мы идем с лёхой он попросил а тут ночи такой парк ягода в парк зайдем смотри какой парк красиво так подстрижена а это оказывается чья-то частная территория смотрите два на заборе два почтовых ящика тут живет две семьи представляете не думал это городской парк прям напротив церкви в центре города живут же люди мы прошлись по центральной улице судя по машинам это такая самая центральная многолюдная домики на ней разноцветные ну и как маленьком городишке сплошные частные предпринимательства кто-то фотографирует кто-то цветочки вот этот что-то с машинами между меняет машиной меняет шила на мыло в общем я увидел этот городок потому что здесь где-то рядышком есть большой национальный парк на природу мне захотелось все будем искать мы хотели перекусить хоть кофеечку попить сейчас поищем что-нибудь и будем искать национальный парк зашли в местную кафешку перекусить так как решили погулять в большом национальном парке сейчас кофеечку попьем вкусняшками и поедем дальше городок такой малюсенький меньше чем у нас жителей в центре особо делать нечего мы покушали только перекусили в кафе девушка нас ведет а так за городом такие нехилые домики и виллы скажем ну каждому каждого машинка куда захотел туда поехал мы ищем природу мы решили прогуляться возле речки тут такая речка красивая широкая бренда холоднючая горная и вот нашли прям частный сектор заблудились немножко люди нам сказали я говорю можно погулять вдоль речки они да да вот тут есть такая тропинка машинку там оставите вдалеке ну в общем мы мы как эти искатели позитива искать или приключений идем в лес ищем речку дорожка тут лесная был дождик пару дней назад видали какие лужи но летом судя по дорожке летом тут место популярное что нашел и даже парковка есть мы запарковали машинку вдоль дороги но тут даже есть парковка значит место для прогулочные она для прогулок тропинка конечно грязная у нас дождик был позавчера здесь наверно вчера о ребята мы вышли к речке речка называется бренда очень популярная летом здесь такие островки каменные видите и народ здесь делает а ну вот даже вот вам народе сделает пикнички потому что в италии нельзя разводить огонь нигде только дома грильяту какую-нибудь на мангале а вдоль речки разрешается речка чистая красивая что это такое это эти как они назывались детстве водомерки бегают по воде красота и летом свежо когда 40 градусов на улице здесь так свежо и красиво ну и они тусуются тут хряпают что-нибудь прибухивают и мяско жарит можно наши в основном иностранцы итальянцы так не делают никогда огонь ты что ищешь там ищет какие места какие места не слышно любительские а любительские да в общем здесь так все заросло так лес лес зелененькая красиво правда ну в общем мы вышли к речке ну прямо джунгли джунгли какие-то эти цветочки которые знаете вот эти растут в детских садиках коридорчик ах все заросло и чё сходил посмотрел пошли вот там речка а мы ищем позитив где не попадя одеты мы конечно неправильно не для таких мест здесь гуляют обычно ну в спортивном одеянии скажем а мы выпендрились так это погуляться по городу и заодно посмотреть природу как вот природа все джунгли просто надо кричку просто выйти к еще выйдем посмотрите там речка вдалеке а здесь речка образует такую лагунку озерцо такое прям и пальмы здесь прям как джунгли вот видите с чистой водой где можно искупаться лёха однажды купался в таком озерце мы тоже гуляли были не готовы и но он прыгнул прям в трусах так идем дальше видите где мы гуляем ищем позитив вот там бурная речка бурная горная холодная она а здесь такое озеро от света необыкновенного прям как в джунглях правда птички так чирикают идет мой разведчик говорит наверное не пройдем ночью не пройдем я думаю что мы так выйдем к мосту где мы проезжали речку короче здесь кругом ежевика она цепляется за нас а здесь такая красота за как красиво да и птички так чирикают слышишь не рыбка рыба видишь нет рыбу не вижу а птичек слышу прогулявшись слегка вдоль этой красивой речке по природе до отдохнув душевно до подкормив комариков главное дело чтобы клещение было за нас цеплялась ежевика в общем мы погуляли по природе здесь большой национальный парк но надо гулять и летом хорошей погоды часто грязно и другой одежде мы такие выпендрить мою кофточку вязаную цепляла ежевика но нам все понравилось все хорошо но мы наверное еще домой не поедем правда дорогой но куда-нибудь за рулем конечно речку мы нашли насладились а дома мы до зависимыми особенно я поехали дальше вдруг что нибудь еще интересненького найдем оставайтесь с нами поехали ребят урожай уже собран конец сентября в горах еще нет снега еще тепло но осень уже чувствуется они как и красивые какое небушка правда здесь прям совсем лето здесь прям совсем осень мы ехали домой хотели заехать еще одно красивое место но мы на него заедем и вдруг мы увидели в вечеринке нашим районном какая-то выставка пошли все равно делать ничего чему посвященное неизвестно но сейчас посмотрим сейчас зайдем выставка посвящена игрушкам это чисто для детей и 15 евро вход с человека мы решили не выбрасывать 30 евро и поехали они дальше возвращались с этой выставки от ее начала и нам навстречу шли ребята молодые в основном подростки разодетые типа хэллоуина скажи аморчик красиво так все на них ярко так красиво я так подумала что наверное эта выставка посвящена хэллоуину который будет еще только через месяц и там наверно продаются разные разные эти маскарадные не маскарадные хэллоуинские наряды такие страшненькие ну сами понимаете да наряды посвящен этому празднику и разные игрушки что нам бросилось при входе ну туда так вот не столько детки шли сколько подростки мы так решили что нам это не надо и все на этом все закончилось вся наша выставка и по дороге домой мы решили заехать еще в одно красивое место это городок рядом с нами называется мантекио маджоре у них очень красивая церковь и площадь вокруг нее наверху там два замка ромео и джульетты мы сейчас с вами немножечко посмотрим на эту площадь вот такой красивый центр мантекио фонтанчик там за ним монумент погибшим павшим в любом городке итальянском есть такой монумент и вот такая у них шикарная церковь красивая с колокольни да на нее надо издалека смотреть католические церкви тоже очень красиво наш православные конечно тоже и вот такой центр площадь прилегающие церкви является центральная в любом итальянском городке у них в пятницу вот здесь располагается этот рынок меркато ёлочка такая народ тусуется в центре покупает что-то ой щас я вам покажу интересное дерево видите готовят выставляет букеты цветов белые возможно к свадьбе все основные мероприятия свадьбы похороны крещение детей у них три крещения деток маленьких потом подростков и взрослых все проходит в церкви и вот украшают белыми цветами наверное к свадьбе вот здесь такая пешеходная прогулочная дорожка ну в будние дни здесь можно проехать вот видите можно поставить машинки а в выходные здесь все закрыто люди гуляют детки бегают по дорожкам все свободно я вам похотела показать вот это дерево вот он такой шариком подстриженная еще не очень подстриженная вот они так все вдоль этой дорожки видите такие шарики их потом подстригают красиво но они очень интересные у них видите какие листики они слегка колючие вот такие листики оплодоносят они жалудями прямо как наши дубы мы один раз увидели с лёхой желуди валяется а сами листики совсем другие не как у дуба вот такое дерево интересное вот нам попались красавцы видали какая полиция в италии ну-ка ребятки а вас сейчас поближе перекусили в варе пошли дальше работать смотрите какое небо интересное такой серый фронт здесь галюбенькая вот здесь галюбенькая все тут вообще ясное небо ни одного облачка а здесь такой серый фронт немножко капает но не сильно правда красиво заканчивается наша с вами позитивная прогулочка сейчас лёлика выловлю и скажем вам пока спасибо дорогие друзья что погуляли с нами набрались позитиву отдохнули немножко и мы с вами отдыхали вот всего самого наилучшего вам до следующих встреч мира над головой и всего-всего самого наилучшего до следующих позитивных прогулок дорогие наши друзья всем пока пока пока